Что, Валд Уэс, в Москве, глав клуб. Этот концерт должен был состояться пораньше, да? Может, скажем об этом пару слов? Ну, по понятным причинам, с одной стороны. Но с другой стороны, может быть, как-то надо проговорить это. Сначала должен был быть в феврале, правильно? Да. Да-да-да. Просто морально не могли отыграть эти концерты и перенесли. Типа, всё понятно, наверное. Принято с один раз или парочку? Один, да. Хочу признаться, что это интервью получилось для меня довольно неловким. В первой его половине было много неловких моментов. Возможно, где-то неудачно были сформулированы вопросы. Возможно, мы где-то немножко не попали в вайп друг друга. Но спасибо парням, которые в итоге своим юмором всё это вырулили. В конце даже сами провели со мной мини-рубрику «8 роддомных групп», вы увидите это позже. А ещё неловкости у меня добавилось, когда я приступил к монтажу и понял, что звук записался, мягко говоря, не идеально. Спасибо тем, кто помог мне его хоть как-то вырулить. Короче, получилось как получилось, зато она необычная. Приятного просмотра и рассчитываю на вашу поддержку в комментариях. Что-то я проорал. Я просто не помню, какой из городов был крайний, поэтому... Ну да. Так что, у вас тур, он начался, это третий город. До этого были Калининград и Питер. Какой из них был первый, какой второй? Слушай, короче, у нас тур, он сейчас начался. Мы сейчас в Москве. До этого был Калининград и Питер. Сначала был Калининград, потом Питер. Сегодня Москва. Информативное. У нас есть планы, мы придерживаемся. Ну окей, как эти две площадки? Калининград и Питер. Слушай, да всё классно. Да, в Калининграде хороший был концерт. Нравится всегда, в принципе. Там, кстати, не так много раз были. Много раз были, вернее, но ни разу не были в городе. Вернее, мы как будто были, но особо что-то было как-то. Не гуляли. Ну классно. Вернее, даже гуляли, но мало. Это были не мы, да? Это были не мы. Да. В Питере, да, как обычно, неполадки на саундчеке классические. Вместо часа там два. Да, или три. Ну а там, как всегда, самый тёплый приём. Да, стабильный. Всегда. Вы, соответственно, эти два города отыграли уже без Дениса на гитаре, правильно? Да, Денис сейчас пока не может быть с нами, но уже скоро сможем быть с нами и будет с нами навсегда. Можешь пару слов о том, кто сегодня вас вручает в качестве гитариста? Идите камеру, пожалуйста. Гитариста Виталия. Как ты не туда перевёл? Сомневайтесь. Да, возможно, многие его знают, так как это гитарист группы Шрезов. А это, между прочим, очень известная группа. Не понял. Какой-то менее авторитетный человек вряд ли бы стал с вами играть. Согласен. Мне казалось, что у вас есть человек, который тоже из разряда, что бывших участников не бывает, который всегда... Кавленос, да? Да. Он просто со сквозь баб в туре. Есть, правда, такая мысля, что Кавленос считает таким участником фантомным. Помимо всего прочего, мне кажется, вы не так давно логотипчик обновили, он стал такой более брутальненький. Об этом пару слов. Слушай, ну нельзя сказать, что мы его прямо обновили, просто вот сейчас как-то... Просто сделали новый. Да, просто сделали новый. Я к тому, что это не то, что типа это там... С релизами новых песен хочется какую-то новую айдентику привнести, вот. Но, возможно, это временно. Не думаю, что... Это как бы для альбомного цикла было, да? Ну, для некого такого... Не то, что альбомного, для некого релизного цикла я бы это назвал. У меня, кстати говоря, отдельно еще, когда... Ну, я сказал, что буду брать у вас интервью, просили спросить про оформление вот мечетых Рустальных. Что это за картинка, кто ей занимался? Да, это моя девушка Вика Бис. Рисовала картину. Вот она стоит сейчас дома. Такая большая штука. Маслом написанная, между прочим, на льне. Что ты? Я неправильное имя назвал? Про Вику. Да. Вот моя девушка Вика стала дома вот такой большая. Да, такая большая. Я ей говорю, хватит жрать. Подсолнечным маслом. Масло с букой, да. Да, она в итоге маслом написана на холсте, на льне. И вообще классно. На самом деле, вживую картина выглядит прям даже круче, возможно. Масштабная, она реально огромная. Это не ощущается, но это прям мать твое искусство. По-моему, стоило как оформление сцены. Это как Леха будет на интро выходить, картину такую выносить, знаешь, как икону. Да, ну, соответственно, вы какое-то время пробыли в Турции. Тоже, может быть, об этом поговорим. Как вы там оказались? Сколько вы там пробыли? Чем занимались? В Турции был я сейчас. Да, мы там, я там три месяца был, на самом деле, немного, считай, в отпуск съездил. А Денис там еще пока что, он там сидит, пишет новые песни, ну, музыку. Ну, мы с Денисом пробовали что-то писать, но не особо получилось. Мы так скорее просто чилили, так скажем, преисполнялись духовно. Да. А ребята были в России. Преисполнялись духовно здесь. Вообще. Как вы обменились опытом? Как было в Турции в этот период? Как было в России? Слушай, ну, этот период, в принципе, выдался, вернее, не то, что выдался, а выдается непростым. Поэтому, я думаю, благо есть такие мероприятия, концерты, на которых можно как-то отключать голову и не вникать во все это. Помимо тебя, Денис, там была какая-то тусовочка, там и Слава, по-моему, с вами был, да? Вы снимали клипчик небольшой. Да, там в Стамбуле они скооперировались с Славой Кавленосом и сняли такую новую прокачанную версию брекдауна песни Вен Харайзен с альбома «Анна». Вот, ну, в принципе, сейчас в Стамбуле очень много россиян, и там даже через одно рукопожатие много, я бы сказал, знакомых общих. И я вообще хотел с вами перейти к рубрике, которую мы с вами снимали 6 лет назад, когда Слава еще у вас был постоянным участником как раз. Она называется в 8-м рандомной группе, я не знаю, помнишь ты или нет. Суть в том, что я называю название какой-то группой, и вы первые, что вот вам на ум приходят. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok